Мы планировали этот фестиваль как фестиваль против ликвидации мемориала и против возможной угрозы войны, поскольку война витала в воздухе как-то давно, но не верилась, что это станет какой-то реальностью. Война — это отвратительное, чудовищное, омерзительное, подлое, грязное дело, которое должно немедленно закончиться. Важно держаться друг за друга. Действительно, мы — это всё, что у нас есть. Это порой сложно, но это точно не бесполезно. Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» — разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». «Москва» — это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры, могут быть в разных местах Европы. «Солнце свободен». Пятая часть вечера концерта «Против войны в Украине» в зале общества «Мемориал». Певица и актриса Мириан Сихон, поэт Александр Дельфинов, мультипликаторы «Против войны». Начинает петь Василий Зоркий, заканчивает Алексей Пономарёв. «Вавилон». 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 Омерзительное, подлое, грязное дело, которое должно немедленно закончиться. Ни о чем думать, кроме как о людях, на которых падают ракеты, и о том, что это сделано из страны, гражданином которой я являюсь, не получается. И если хоть один человек из Украины нас смотрит, я хочу, чтобы вы знали, что мы знаем, что это ужасно, и мы надеемся, что как можно быстрее это немедленно прекратится. Спасибо, Вася. А я сейчас хочу позвать на сцену Дашу Юрищеву, режиссерку-аниматорку. Она представит мультфильм. Всем привет. На самом деле я представлю целых две серии мультфильмов. Первый ролик — это ролик в поддержку мемориала «Мы и мемориал». Запустили эту акцию двое аниматоров — Аня Гумбольд и Семен Куликов. Второй ролик, который будет вам представлен, — это даже еще черновик. Это не смонтированная версия роликов в акции «Нет войне». Во флэшмобе или так скажем. Я хочу сказать о солидарности и преемственности. Сейчас вот время этих горизонтальных связей. Я профессиональный художник-аниматор, но не какой-то именитый. Важно держаться друг за друга, держаться за руки. Действительно, мы — это все, что у нас есть. Это порой сложно, но это точно не бесполезно. В итоге во флэшмобе антивоенном поучаствовало большое количество самых разных аниматоров. Дело не в эстетике. Мы делали это прежде всего как наш гражданский долг. Еще я хочу сказать еще про один аниматорский флэшмоб, который, наверное, мне кажется, был первым в российском сообществе. Этот флэшмоб в поддержку политзаключенных украинских, когда «Голодовку» объявил Олег Сенцов. Проект назывался «Список Сенцова». Его инициировала режиссерка-монтажерка Таисия Круговых. Это я к тому, что нет каких-то лидеров или еще чего-то. Это все самые простые обычные инициативы обычных людей. Мы художники, поэтому мы высказываемся так. Учителя могут высказываться по-другому. Врачи еще как-то. Это все не бесполезно. Спасибо. Такое ощущение, что напали не на Украину, ребята, а на нас. Реально. Непойне! 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 А теперь мультфильм про Харбин, потому что в нашем мемориале хранится большая коллекция документов про историю людей, живших там, а потом репрессированных в Советском Союзе. Папа, по-моему, ездил в Харбин и привез мне игрушки, птичку в клетке красную, самолет. Приехали в Харбин, это был город, где были жилые дома, и очень много было там магазинчиков. Меня что-то там поразило. По-моему, это вот как пневмопочта бывает. Туда продают, что-то закладывают, наверное, может быть, деньги, и куда-то она едет. Потом возвращается с чеками, и все остальное тебе надают. Гулять мне там было не с кем. Потом ко мне вдруг пришла девочка, китаяночка. Мы звали ее Тинза, ну, а мы ее звали Зина. Что же мне там запомнилось? Ну, во-первых, елка первая там была, которую я увидела. Увешали на нее мандарины каким-то образом, конфеты. Зимой мы ходили на Сунгаре, там катали у нас китайцы. Мама меня будит. Очень рано. Она говорит, вставай, вставай, мы едем за грибами. Едем, 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 едем. Уже проехали эту целую Манчжурик. А грибов все мы не останавливаемся, а где грибы? Доехали мы до какого-то там места над железной дорогой. Там арка, где написано СССР. Дали нам комнату, как трамвай, наверное, длинную. Папа уехал в командировку. В утром я просыпаюсь, мама мне говорит, что у нас был обыск. Ты, пожалуйста, никому, никому, ни подругам, никому ничего не говори. А папа уже был арестован, оказывается. И мама уже мне сказала, знаешь что, в общем, дело плохо. Тут вот она уже начала мне немножко посвящать, но это ошибка. Какая-то папу посадили, могут и меня посадить. Ты останешься одна. Что ты будешь делать? Тебя в детдом сдадут. Так что, говорит, я тебя буду отправлять к бабушке. Ну, я, мама мне дала там открыточки, я ей писала письма такие, дороги опускала. Ну, я все ее спокаивала, мамочка, ты там не волнуйся, и все. Это уже письма были не девочки, уже почти взрослого человека. Ну, она писала, что же вы мне плохо так это пишете, мало пишете. А мы писали все регулярно, наверное, письма просто куда-то девались, пропадали, я не знаю куда. В августе пришла телеграмма, ну, все было уже понятно. В 46-м году я, ничего не говоря, пошла опять на Кузнецкий месте. Темная-темная такая комната. Где-то впереди сидит человек под лампочкой. Значит, я села, он начинает перебирать бумажки свои и говорит мне, Сосорский Владимир Ильич умер, тогда-то называет дату. А Мария Николаевна Николаевна тоже умерла, тогда-то называет меня дату. Ну, кое-как я встала, а когда перед этим я ходила, шла сюда, мне в этом коридоре дедушка попался навстречу. Ну, он даже меня, наверное, и не заметил, потому что он шел тоже, наверное, в шоке был. Ну, в общем, я кое-как встала, пошла и думаю, сейчас я посижу на этом, на бульваре. Прихожу туда, смотрю, где-то там этот сидит и тоже плачет. Ну, я подсела к этому дедушке, а он, значит, плачет и говорит, что я скажу своей старухе. Ну, я говорю, вы знаете, я вас видела вот там, я говорю, вы мне встретились, вы, наверное, меня и не заметили. Ну, в общем, мы с ним посидели, тоже покурили. Я тогда тоже в войну начала курить. Потом простились, в общем. Я пошла, а он еще остался. Спасибо большое. Мы начали планировать антивоенный фестиваль, и мы договорились с Александром Дельфиновым, Смирновым, поэтом, перформансистом, который готовился к туру в России, в Москве и собирался прийти в мемориал. Ну, в общем, из-за войны он просто не смог прилететь. Он живет вообще в Берлине. Но Саша уже раньше выступал в мемориале, поэтому мы хотим показать ролик, который он записал в поддержку мемориала, когда Роскомнадзор выкатил нам миллионный штраф. Так закалялся Сталин. Сверху капала кислота, едкий дым выжигал глаза, под ним шипела сковорода, черти кололи ему бока. Так закалялся Сталин! Червь зудел у него в зобу, он дрожал в ледяном гробу, строчил до носа сам на себя и вечно допрашивал сам себя. Так закалялся Сталин! Так закалялся Сталин! Так закалялся Сталин! Так закалялся Сталин! Все, спасибо. А теперь мы приглашаем следующего исполнителя, Мириам Сихон. Добрый вечер. Мой аккомпаниатор уже выступил со своими песнями. Я тоже пишу английские песни, но я решила спеть чужую песню. Это довольно известная песня 64-го года. Я не знала, что пора учить этот текст наизусть, поэтому тоже записала его на листочке. До последнего надеялась, что не придется учить этот текст наизусть. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Украина. Война. Беженцы. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах. Солнце свободы. Вечер против войны в Украине в зале общества «Мемориал». Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас проходит антивоенный фестиваль. Есть ощущение, что нас лишили весны в этом году, а может быть не только в этом году, но и очень надолго. Мы планировали этот фестиваль как фестиваль против ликвидации «Мемориала» и против возможной угрозы войны, поскольку война витала в воздухе как-то давно, но не верилась. Совершенно не было возможно поверить, что это станет какой-то реальностью. Казалось, что это какая-то такая просто атмосфера, которую очень хотелось разогнать, и хотелось ее разогнать каким-то антивоенным и пацифистским сообщением, высказыванием. Мы приглашали разных исполнителей, наших друзей, незнакомых друзей, которые или уже высказывались в поддержку «Мемориала» и против войны. 24 февраля очень многое изменилось. Началась настоящая полноценная война, и стало понятно, что уже, да, ликвидация — это по-прежнему огромный удар по «Мемориалу» и по гражданскому обществу, но гораздо больший, просто невообразимый удар по обществам двух стран. На самом деле не двух, а гораздо больших по всей Европе, по всему миру. Оказывается, то, что в XXI веке воспроизводится то, что, казалось, осталось в XX веке. И очень многих мы приглашали. С нами должны были быть разные исполнители, но, к сожалению, некоторые из них оказались задержаны. Некоторые отсиживают сутки. С нами должен был быть, например, Алексей Пономарёв, который, к сожалению, был задержан вчера, когда он шёл сюда просто на саундчек. Не дошёл до саундчека, оказался в автозаке. Но он выступал в «Мемориале» 9 ноября. Это был такой немножко «Титаник», потому что 11 ноября нам пришло известие о ликвидации, а 9 ноября у нас была наша ежегодная вечеринка мемориальности. На ней выступал Лёша Пономарёв. Мы покажем сейчас фрагменты этого концерта. То, что мы называем внутри нашего коллектива бар-дрэп, то есть как бы когда некое современное, более современное искусство, чем авторская песня, совмещается с авторской песней. Но я, наверное, спою ещё какие-то песни несобственного сочинения, которые, не знаю, мне кажется, будут уместны сегодня, которые обычно я не пою. Спою песню, которая не была написана мной. Мне кажется, это народная песня. Насколько я знаю, первым эту песню в таком виде исполнил Зиновий Герд, потом она ушла в народ. Болванкой в танк ударила Болванкой в танк ударила Болванкой в танк ударила Болванкой в танк ударила И лопнула броня И мелкими осколками И мелкими осколками И мелкими осколками И мелкими осколками Поранила меня Ой, любо, братцы, любо, любо, братцы, жить В танковой бригаде не приходится тужить Очнулся я в болоте, очнулся я в болоте Очнулся я в болоте, глядь, вяжут раны мне А танк с броней пробитой, а танк с броней пробитой А танк с броней пробитой догорает в стороне Ой, любо, братцы, любо, любо, братцы, жить В танковой бригаде не приходится тужить И вот нас вызывают, и вот нас вызывают И вот нас вызывают в особый наш отдел Скажи, а почему ты, скажи, а почему ты Скажи, а почему ты вместе с танком не сгорел? Ой, любо, братцы, любо, любо, братцы, жить В танковой бригаде не приходится тужить Вы меня простите, вы меня простите Это я им говорю В следующей атаке, в следующей атаке В следующей атаке обязательно сгорю Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить В танковой бригаде не приходится тужить Ой, любо, братцы, любо, любо, братцы, жить В танковой бригаде не приходится тужить Эта песня обычно исполняется у нас на концертах полноценных С барабанами и всеми остальными штуками И с участием Жанны Агузаровой Но сегодня Жанна Агузарова не приехала Поэтому с утра без нее Обнимон всем, кто родился на обломках империи Что вы там любили, во что вы там верили Мороженое, лакомка за тридцать копеек Цветные альстромерии, лаврентия перии Мой дед пришел пешком на похороны Сталина Отца не видел десять лет, в семье еще не знали Но он был расстрелян где-то на бутовских развалинах Без права переписки, мол, там же закопали их Но я, когда был маленьким, всему почти был рад Литовский Жальгерис, Ереванский Арарат Торпедовцы Назили, Металисты с Харькова Олег Басилашвили, Лия Ахиджакова Теперь у нас есть все, секс, бокс и джаз Сидим, хлебаем квас, кто там против нас? Позывные маяка, заявление ТАСС Стройка на века, с нами здесь и сейчас Словно времени петля, вот уже сколько лет Когда-то общая земля, страна которой нет И фанфаронты, или гений, все осталось там У каждого из поколений свой Афганистан Звезда укажет сыну плотника, где ставить крест Не победить нашу охоту к перемене мест Ни в порту, ни на вокзале, ни купить билет Подойди к зеркалу, взгляни в глаза Страны, которой нет Вечность пахнет с нефтью Вечность пахнет с нефтью Не так уж многое изменилось, как могло показаться Верховный Совет, теперь Совет Федерации Те же дяденьки неброские, нормальные паццы Тетеньки с прическами времен реформации Пусть на площади на красной Толпа иностранцев, торговый центр И паться вместо промкооперации Но первого мая выйдут на демонстрацию Люди с плакатами из прошлого Счастливо оставаться Кефиром из пакета Напиться в слазь Тригона строили ракету Жаль, на взлете взорвалась Вот мы теперь в страну Советов Правда, дядя Вась? Че вообще в голове ты у вас? О, карась, мэн, ты хочешь перемен? Тогда джаз дует Устал от этих стен ломать Дует, иначе ненависть и тлен Нелегко зачастую Порваться страной, которой не существует Славно времени петля Вот уже сколько лет Когда-то общая земля Страна, которой нет Фанфаронты или гений Все остались там У каждого из поколений свой Афганистан Звезда укажет сыну плотника Где ставить крест Не победить нашу охоту К перемене и мест Ни в порту, ни на вокзале Ни купить билет Подойди к зеркалу Взгляни в глаза страны Которой нет Вечно спахнет нитью Следующая песня В этой песне тоже В студийном треке использован сэмпл Из самой первой версии гимна Советского Союза Так называемый сталинский гимн Там, где вот и Сталин Великий нам будь озарил То, что на курске написано Не эта строчка, другая Свобода никогда не здесь Она всегда за углом За мутным стеклом За железным занавесом В песнях метлов нет слов Даже если купишь майку All you need is love Сумей достать после одиннадцати бухло Свобода поймать пулю За свободу слова Свобода каждой рисинки Где рис уходит из плова Свобода мертвенная стушка Спроси любого Нет ли мушить тебя снова и снова Сияла нам в солнце Свобода никогда не здесь Сияла нам в солнце Свобода никогда не здесь Свобода никогда не здесь И я пытаюсь понять Что эта мутная взвесь Значит для меня Со мной мой рок-н-ролл Крест, пустая болтовня Are you feeling depressed? Монета нового дня Ведь жизнь была к тебе добра Но не о том ты грезил Плевать ром-колой в шесть утра После платформы в фрезер Смотреть уже в который раз Как утонул твой крейсер Кругу бездомных у костра Садись, погрейся Сияла нам в солнце Свобода никогда не здесь Сияла нам в солнце Свобода никогда не здесь Ты сияла нам в солнце Свобода Самый большой в мире соблазн Что можно встретить? Свобода поймать все разом Счастливый билетик Свобода затуманит разум И тем и этим И что винтовка это праздник Помнят даже дети Свобода остаться вдвоем Когда мы вместе Свобода развестить белье На президентском кресле Свобода крутить бедрами Как Элвис Пресли Мы будем биться за нее Но даже если Даже если Свобода никогда не здесь Свобода никогда не здесь Счастливый билетик Счастливый билетик Счастливый билетик Свобода Вечер против войны в Украине В зале общества Мемориал Есть разные люди, до боли, до жути Все тянутся вверх, что-то ищут и мутят Падают вниз, как в термометре ртуть Под действием температуры Пропуска, отпуска, пирога два куска Твоя точка зрения мне не близка Жду тебя после матча, спартак, ЦСКА У подъезда с куском арматуры Капля тучи, рассы, на курок нажать Сколько тел в ненасытной земле лежат Этот мир с осложнением болен И каждый в нем волен придумать себе джихад Больше солнца не светит, здесь столько дым Ты сам не заметил, как стал другим Кто-то снова играет на флейте Крысы и дети послушно идут за ним Для тех, кто бросил считать дважды два, уже пять Если гранус поднять, все-то верно Подливай себя в чай, телевизор включай Собери все оттенки инферно После нас хоть потоп, это цирк, шапито Только кто на манеже каждый раз Когда фокусник щелкает пальцами Где-то там умирает надежда И не плакал, оставшись во тьме В затерянной подлодке, лежащей на дне Сквозь иллюминатор, которого нет Виден свет Все равно виден свет Get down Что ты мямлишь там в рохле про иллюминатор Вас всех бы таких застелить ламинатом В асфальт закатать, закопать экскаватором Так, чтобы впредь неповадно Ваши речи, как шабаш на лысой горе Вам бы лишь бы тут все А похабить скорее с нами Бог А хороших царей здесь никто не видал и подавно Слышишь, колокол будто звонит по нам Напекаются смутные времена Наше племя блуждает в тумане бал Правят шаманы и вождь острие бревна Вежливый человечек стучится в дом Пусть нас у них овечет Шарли Эпто Их любимый герой, он седой порос бородой Словно анекдот Для тема Но сколько раз ты себя осеняешь крестом Это Господу важно едва ли С твоим дьяволом, к счастью, я мало знаком Но твой Бог обитает в деталях Шаурманик а-ля львом пари, вуаля Псы вооружены и стреляют Я упал, все темно, лужи крови, стекло Только губы еще повторяют Как ты не плакал, оставшись во тьме В затерянной подлодке, лежащей на дне Сквозь иллюминатор, которого не виден свет Все равно виден свет Как при божьей росы на курок нажать Сколько тел в нерасытной земле лежат Больше солнца не светит, здесь только дым Ты сам не заметил, как стал другим Вежливый человечек стучится в дом Пусть нас чурик овечит шар Длиэппто Пусть нас чурик овечит шар Длиэппто Вежливый человечек стучится в дом Пусть нас чурик овечит шар Длиэппто С вами была Елена Фанайлова Подкасты «Элон Москва» Слушайте новый выпуск каждую субботу В приложениях Apple и Google В Яндекс.Музыке, Spotify А также на сайте «Радио Свободы» в разделе подкастов. Пока-пока.